Сегодня гость в нашей студии, ведущий банкира Европейского банка реконструкции и развития Азамата Ибраимов. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, за несколько лет сотрудничества с правительством Кыргызстана, сколько грантов было выделено непосредственно предпринимателям? На сегодняшний день программа Кирсев работает с 2013 года, уже проходит вторая фаза Кирсев-2. По первой фазе мы выделили около 20 миллионов для страны, по второй фазе это 35 миллионов кредита. Если говорить об объемах грантовых средств, то это примерно составляет на сегодняшний день 4 миллиона, то есть около 3 миллионов на Кирсев-1 и около миллиона на Кирсев-2. Спасибо. А каким образом вы информируете предпринимателей о ваших программах? В первую очередь мы работаем, конечно, с этой программой, которая финансируется с нашим партнером Европейским Союзом. Мы работаем с нашими консультантами, которые в свою очередь работают с местными СМИ. Также мы работаем с нашими банками и партнерами, потому что все эти средства мы предоставляем через наши банки-партнеры. Мы обучаем наши банки-партнеры, а также помогаем им, чтобы они внедрили в свою линейку продуктов, такие продукты, как Кирсев и энергосбережение. Сколько финансовых средств направлено на реализацию крупной энерго- и водосберегающих проектов и какие льготы предусмотрены по этой линии? На сегодняшний день, если мы говорим об общем объеме инвестиций, они составляют около 33 миллионов. Из них, наверное, около полутора миллионов были направлены именно в сельское хозяйственное направление. И из них какая-то часть была направлена именно на улучшение водопотребления фермерами и фермерскими хозяйствами. Льготы, если мы говорим про льготы, то они составляют примерно от 10 до 20%. Если мы говорим про водопользование, то они где-то от 10 до 15%. Эти льготы, еще раз повторю, предоставлены нашим партнерам, Европейским Союзом. Спасибо вам, господин Ибраимов. Я напомню нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях был ведущий банкир Европейского банка реконструкции и развития Азамата Ибраимов.